Когда-то эти советские актрисы блистали на экранах. Красивые, обворожительные, женственные и талантливые. Многие зрители пересматривали картины с их участием бесконечное количество раз. Женщины старались быть похожими на них, а мужчины мечтали с ними познакомиться. Давайте узнаем, что стало с самыми красивыми советскими актрисами и как они сейчас выглядят. Анастасия Вертинская Утонченная, поэтичная, загадочная Настя Вертинская начала сниматься в кино в юном возрасте. В ее облике было что-то неземное. Как тут не влюбиться? Публика влюбилась в ассоль из алых парусов сразу же. А потом были не менее шикарные образы в картинах «Человек-амфибия», «Овод», «Безымянная звезда». В жизни Вертинской было два брака. Второй с певцом Александром Градским актриса и браком-то не считает, настолько коротким и пустым он был. Зато о первом муже, Никите Михалкове, рассказывает с удовольствием. Сам Михалков как-то раз признался, что после знакомства с Анастасией ему попросту снесло крышу. В этом браке родился Степан, единственный сын Вертинской. Однако двум творческим амбициозным личностям ужиться тяжело. Настя не собиралась посвящать себя карьере мужа. Она маниакально хотела стать актрисой. После развода Анастасия и Никита сохранили теплые отношения. В середине 90-х Вертинская перестала сниматься и нашла себе другие занятия. Например, по эксклюзивным рецептам Вертинской готовится блюдо в ресторане, которым владеет Степан Михалков. Но основной доход актриса получает от реализации прав на использование песен своего отца, великого Александра Вертинского. 77-летняя Анастасия Александровна говорит, что после второго развода ни разу не думала об устройстве личной жизни. Сейчас ее интересуют лишь любимый сын, внуки и правнуки. Александра Яковлева Чародеи, экипаж, человек с бульвара Капуцинов. Эти культовые советские фильмы невозможно представить без очаровательной Александры Яковлевой. Первым мужем актрисы стал сокурсник по театральному вузу Валерий Кухарешин. В этом браке, продлившимся пять лет, родились дочь Елизавета и сын Кондратий. Со вторым супругом, эстонским каскадером Калью Аэсмяя, Яковлева прожила более трех десятков лет. В 2017-м супруги расстались из-за нового увлечения 60-летней Александры, актера Дениса Бондаренко, который был вдвое моложе. В лихие 90-е Яковлева перестала сниматься и по предложению администрации Калининграда занялась вопросами туризма и культуры. Впоследствии, переехав в Петербург, работала в аэропорту Пулково, а затем на железной дороге. Затем Александра вернулась на сцену, но в 2017-м году тяжело заболела. В борьбе с онкологией актриса перенесла 20 курсов химии. В настоящее время развитие опухоли удалось остановить, и 64-летняя Александра Яковлева ведет активную жизнь. Она занимается собственным кинопроектом об Александре Невском. Наталья Селезнева Сейчас Наталья Селезневой, сыгравшей озорных, слегка своенравных, но безумно очаровательных героинь гайдаевских комедий, уже 76 лет. Актриса выходила замуж единственный раз, и в 2020-м они с супругом, режиссером Владимиром Андреевым, отметили золотую свадьбу. Владимир, который был намного старше Натальи, вскоре умер в возрасте 90 лет. Наталья Селезнева рассказывает, что у нее с мужем было полное взаимопонимание. Они много играли на одной сцене, поддерживали друг друга во всем. В 90-е Селезневу преследовали проблемы со здоровьем. Сначала почти полная потеря голоса, затем перелом шейки бедра. Голос, к счастью, удалось восстановить, а вот последствия травмы дают о себе знать до сих пор. Из-за этого актрисе пришлось отказаться от многих режиссерских предложений. Селезнева полагает, что судьба таким образом наказывает ее. Ведь когда-то она увела Владимира из первой семьи. Последний раз она снималась в кино 6 лет назад. Сегодня семья Натальи Селезневой – это сын Егор и трое любимых внуков. Елена Проклова Актриса Елена Проклова, звезда фильмов «Снежная королева», «Единственная», «Ключ без права передачи», «Мимино», «Собака на сене», в свои 68 лет сохранила стройную фигуру, шарм и невероятное обаяние. Проклова трижды побывала в ЗАГСе. В первом браке у нее родилась дочь Арина. Выйдя замуж вторично, Елена родила мальчиков-двойняшек. Но, к несчастью, дети умерли. С трудом пережив горе, актриса подала на развод. Третьим супругом Прокловой стал бизнесмен Андрей Тришин. Их совместной дочери Полине сегодня уже 27. В 2015 брак был расторгнут. Но, по признанию Елены, развод только улучшил их с Андреем взаимоотношения. Экс-супруги даже проживают вместе в загородном доме. Замуж актриса больше не собирается. Но романтические отношения не исключает. Последние годы Проклова продолжала сниматься в кино, играть в театре, а также работать на телевидении. Недавно актриса перенесла инсульт. И сейчас восстанавливает здоровье. А какая ваша любимая актриса? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч!